Детский автор 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 На конкурс ДАР я приехала во второй раз. Первый раз мне не посчастливилось попасть даже в полуфинал. В этот раз я здесь, на Красном Поляне, на полуфинале. О конкурсе ДАР я узнала давно и участвую в нем уже не в первый раз, а во второй. И дважды стала полуфиналисткой. Поэтому этот конкурс для меня сейчас уже как маленькая небольшая традиция. И в этом году даже не раздумывая подавала заявку на участие. Я смотрела в прошлом году по телевизору ДАР. Мне очень понравилось. Там выступало очень много моих друзей. И я, так как у меня есть свой авторский материал, решила тоже попробовать. И вот все сложилось так, как сложилось. Посмотрим на результаты. Я вообще не думала, что я пройду в полуфинал, если честно. Я думала, что там, ну как бы, очень все строго оценивают. Вряд ли я пройду. Но я очень рада, что я сейчас здесь и что меня слушали такие люди. Какая твоя фишка? Чем планируешь удивлять жюри? Наверное, моя главная фишка в том, что я учусь на историко-филологическом факультете на филолога. И, соответственно, я читаю много разнообразной литературы. И стараюсь, чтобы мои тексты звучали как легенды, былины или лирика трубадуров, например. И именно в интересных фразочках, конструкциях. И есть моя фишка, наверное. Моя фишка – это скрипичное соло, которое я придумала сама. Ну и сама тематика моей песни. Я очень искренняя и на сцене тоже. Я хочу, вот, как бы, наверное, моя фишка в этой искренности, в том, что я максимально честна и доношу смысл своих песен вот такой, какая я есть. И песни тоже такие, какие они есть. Вы – ведущий конкурса авторской песни «Дар». Поделитесь впечатлениями. Ну, во-первых, приятно оказаться здесь, в такой атмосфере, в составе таких звездных людей. Очень ценно мне самому, находясь на сцене, слышать те рекомендации, которые жюри дают ребятам. Я сам для себя много нового узнаю. И, конечно же, приятно находиться на одной сцене с молодежью. Причем не просто с молодежью, а с талантливой молодежью, с избранной молодежью, с лучшими из лучших, с теми, кто звездит сегодня абсолютно точно по-взрослому. Полуфиналисты восьми округов поделились с нами эмоциями и переживаниями, которые подтолкнули их создать свою авторскую песню. Их строчки откликнулись и у жюри, и у конкурсантов. Не зря слоган конкурса гласит «Не пиши в стол, а пиши в дар», ведь это огромная возможность показать себя и улучшить свои навыки. Участники имеют шанс подписать контракт с партнерами конкурса, а также приложить себе путь на большую сцену. Как жюри отреагировали на твою авторскую песню? Какие комментарии дали? На самом деле хорошо отреагировали, дали комментарии по поводу фортепиано, но тут как бы честный комментарий, потому что я самоучка. Жюри отреагировали максимально позитивно, выразили мне огромные слова благодарности, потому что я уже и на форуме Агутина, и в принципе с членами жюри знаком очень долгое время. Я расту, познаю себя и советую всем так же делать. Сказали, что эту песню обязательно нужно будет выпускать, и нужно искать лейбл, нужно искать продюсера. Как отреагировали жюри на твое выступление? Жюри на этом конкурсе необыкновенно открытое. Еще не было, мне кажется, таких больших конкурсов, где ты мог так свободно общаться с жюри. И получается не только критику, но и похвалу. Но их критика, конечно же, очень важна в нашем деле, и я безумно рада, что они могут быть по-настоящему искренними вместе с нами. Они сказали то, что у меня очень крепкий и мощный вокал, сказали то, что уже много раз видели меня на разных проектах, и что было все хорошо. Есть слова, над которыми нужно задуматься обязательно, безусловно. И продолжать работать просто, и делать все с любовью. Сегодня вы прослушали множество авторских песен. Расскажите, какие строчки запали вам в душу? Мне кажется, всем членам жюри актуально как-то там пелось у девушки одной в песне что-то там «Ты просто устал». Не помните, как там пелось? В общем, мы все просто немножко устали, но на самом деле талантливые ребята, которые выходят на сцену, они какую-то новую волну энергии поднимают в нас, и это прям заряжает. Я не буду сейчас кого-то конкретного отмечать, потому что я пребываю в восторге и наслаждении вот с самого начала. И я уверена, что дальше просто это все, знаете, все мощнее, мощнее, мощнее. Это удовольствие. Сегодняшний день нас, ну, удивляет, потому что, конечно, какое поколение растет, как талантливых детей в таком возрасте пишут очень, ну, прям профессиональные песни. Не дай мне упасть. Вот девочка пела из Санкт-Петербурга. Очень атмосферная песня, и вот она запала. Блестящие от слез глаза. Это не строчка из песни, это сказал, по-моему, Леонид Николаевич. Я прям записал эту строчку, это будет использовано в моем новом альбоме, наверное. В общем, конкурс вдохновляет, чувствуете? Я не из тех людей, кому нужно задавать вопрос по поводу строчек из песни, потому что я текст слушаю в самую последнюю очередь. Для меня сначала должно случиться все музыкально, поэтому строчку я вам точно не подскажу. У меня сейчас в голове крутится «Ты не такая, как все говорят мы». Вот, видишь, запомнила, значит, это хит. Чье выступление запомнилось вам больше всего, что у вас сразу появилось желание поработать с этим участником вне конкурса. Чем он вас зацепил? Есть парень один, который был, по-моему, в городе Красноярск, если я не ошибаюсь, точно сейчас не скажу. И мне очень сильно понравилась концепция его песни, потенциал этой песни. Я обещал, что я ему помогу. В итоге хотел помочь немножечко, а получилось так, что сделал для него аранжировку со струнами, с барабанами, со всеми широкими какими-то историями. Не смог остановиться, потому что действительно меня вдохновило его творчество. На самом деле таких ребят немало. Я много кого для себя отметила. Действительно были очень талантливые и такие уже вроде бы и зрелые. И ты понимаешь, что еще чуть-чуть, еще какой-то правильной руки и профессионального взгляда не хватает для того, чтобы это было более профессионально. Да помочь хочется абсолютно всем, всем участникам, потому что они настолько талантливы и настолько перспективны. И многим есть что подсказать. Поэтому мы это и делаем в процессе. Мы практически каждому участнику даем комментарии, какие-то советы. Я надеюсь, что они нас слышат и будут ими пользоваться. Сейчас был артист, и я надеюсь, что у него сейчас вот сложится как раз с одним из представителей нашего жюри. Он очень такой честный мне показался мальчишка. Он представлял Северокавказский округ. И мне кажется, то есть я бы хотела действительно, чтобы у него все сложилось. Если бы вы участвовали в конкурсе ДАРС, какой песней вы бы выступили? Я бы выступил со своей композицией «Он здесь». Будь человеком. Ну, либо «Мама, я танцую 2.0». У меня, кстати, она вот недавно вышла, и клип тоже на днях вышел. «All my life». Самые талантливые и яркие авторы получили путевку в финал, а также шанс побороться за титул детского автора России, тем самым вписав себя в историю российской музыкальной культуры. Смотрите финал на СТС и следите за эксклюзивными новостями с ТВ-детками. Продолжение следует...